спустя полгода пользованием что с ним стало смотрите какая здесь фигня сколы зазоры застрелиться короче песок будет застревать вся машина в копоте в гарри друзья всем привет сегодня такой случайный выпуск почему случайный выпуск потому что волею случая один из моих клиентов которого вы помните уже он заезжал и мы строили ему вот такой вот ланд крузер в обвесе wild и почему решил выпустить выпуск спустя полгода мне написал под моим первым видео некий алексей типа заходите ко мне на канал у меня все там есть по поводу такого же ланд крузера что с ним стало спустя полгода так здесь маленький спойлерок очень занимаюсь на данный момент а вообще что я хотел показать вот он к нам приехал реально уже прошло полгода и покажу вам некоторые нюансы мы его полируем он еще в первой пасте еще будет мыться не обращайте внимание мне задавали нам вопросы что будет что будет с хромом как на мойки как на все будет реагировать я жалко не заснял изначально как он приехал в общем крузак отполирован первой пастой завтра мы будем ставить керамику и обратился он по одной простой причине потому что машинка просто под износилась то есть он ее мыл регулярно несколько раз в неделю и вся она уже была просто подушатана то есть ко мне приехали с просьбой сделать ее заново новый а вам я хочу показать некоторые нюансы так она не видно начну с рядка какие есть минусы при такой сборке то есть все это круто все красиво все грозно но выдаю вам сразу такую вот проблему обратите внимание эту арку пусть она длинная идет снизу наверх и уходит в порог дело в том что эти арки так как они стекловолокна и мы не делали никаких дюбелей на них мы ее приклеили приклеили на молдинговый тейп здесь вот видно вот ребята то есть это трем тейп для молдингов по ширине то есть параллельно друг другу там около 3 4 сантиметров то есть по кругу проклеена и все это установлено на молдинговый тейп он нигде не отходит абсолютно то есть это все намертво держится но смотрите какая здесь фигня не дай бог аварийный случай у этой машины это накладка она склеена и держит между собой крыло бампер накладку на бампер и порог ты допустим чтобы мне снять сейчас крыло мне нужно застрелиться короче с чем я тут столкнулся во первых спустя время сколы сколов прилично черный цвет сейчас будем справлять эти сколы точечно конечно и закатывать все керамикой немножечко это подспасет на сколов дофига и в целом все круто все накладочки эти накладки они все на клипсах и все держится крепко то есть их нигде никаких зазоров дополнительных не появилось никаких вибраций все как было установлено все круто с хромом ничего не случилось сколы от камешков но сам хром он просто новый идеальный нигде никаких вспучиваний все круто свет никаких ошибок в этом плане ничего нету все было сделано изначально хорошо так идем дальше есть вот здесь вот мы проклеивали здесь такой нюанс что литая арка хоть фулин накладка и стекловолокна она жесткая бампер мягкий и вот этот угол невозможно было прижать вровень скажем до миллиметра то есть здесь вот угла между накладкой и бампером порядка трех миллиметров зазор и дальше он сходит на нет до одного миллиметра то есть тейп миллиметровый держится он намертво а здесь в этом месте чтобы нормально прижать визуально и создать красивый стык пришлось проклеивать клеем черным то есть это сильно незаметно столько пальцем ткнуть и смотреть но совсем впритык это вот как бы надо рассматривать он выглядит как резиночка просто все крепко но этот угол его просто но физически его как бы ну со всей дури будешь давить его не застыкуешь или сверлиться насквозь сжимать как-то болтами на стекловолокно скорее всего треснет и с ним как бы особо не разгуляешься то есть на те же дюбеля сажать это будут во первых неровные какие-то зазорчики песок будет застревать то есть почему именно был тейп использовал чтобы не песка никакой гадости сюда не набивалась в принципе проблем нету с этим всем делом все красиво все круто понятно встречные камешки мы ловим с этим ничего не сделать крышка багажника вы мне писали зазоры они не то чтобы остались они стали хуже во первых здесь нафиг все съехала а здесь просто жопа посмотрите на это говно первых сюда можно засунуть ногу и вот это вот знаете в чем прикол хрен его знает в чем так и еще из приколов изначально при сдаче на второй день столкнулись с проблемой если вам будет видно бампер видите идет волной такой было все нормально и хрень в том что никто не придал значения тому что здесь у нас ребята глушитель сейчас он вровень с бампером наклонен вниз а до этого он был пару сантиметров выше и на него как бы никто вообще внимания не обращал ко мне на второй день приехал клиент вот здесь дыра была сборку бампер расплавила стекловолокнота она особо не изменила свою форму вся машина в копоти в гаре никто не понимает что происходит быстро определили опустили глушитель вот осталось только какую насадочку поставить пониже и будет вообще круто вот а в целом парня все это нормально все это прикольно при качественной установки покраски ничего с этим случаться не будет ничего съезжать не будет есть конечно нюансы да есть такие вот нюансы как допустим мы выставили эту накладку с этой здесь идеальный зазор здесь идет все по контуру здесь выставлено чуть ниже почему мы сделали ниже надо было упереть вот этот стык при том что здесь сантиметр остался то есть или вот это ухо нафиг срезать можно было но мы его ставили то есть он далека даже как будто мини сполирок такой короче все выдувается оттуда вымывается не так страшно то есть это опять же конструктивная такая ошибка наверное не знаю прилетие этого стекловолокна дорабатывать дорабатывать его особо нельзя то есть сточишь лишнего уже принципе не установишь то есть не будет у него обхвата и зацепа скажем по форме здесь такая же срань вот и на данный момент клиент доволен сделано все круто и просто очередное обслуживание полировка керамика и все дела так 200 крузак спустя полгода пользованием что с ним стало какие ужасы мы можем увидеть вот эта машина снова она после обработки керамика и полировочки все обработали маленькие сколы которые показывал их уже нету так вот тачка после керамики после полировки спустя полгода она даже лучше чем первый раз когда мы издавали горит просто круто царапины были сильные царапины были сильные видимо клиент не очень качественной мойки использовал за что получит а я буду сказать фару подвыставили спустили немного но как мне писали есть нестыковки да проблема в том что багажник он ровный он ровный везде и наверху особенно тоже ровный это посадочное место самой фары целом ровненько а так весь тюнинг стайлинг волт обвес вся эта круть все держится никаких перекосов хром как новый покраска отличная фары светят никаких проблем при правильном уходе за машиной и обслуживанием вас не будут блять никаких проблем короче вас не будет с этим если вы будете правильно за машиной ухаживать и не мыть на щетках некоторые стыки как я вам показывал просто проклеили это выглядит как уплотнитель от ребра донизу чисто из-за формы самого пластика стекловолокна это не видно это надо рассматривать и впритык и еще объяснять что здесь не так то есть вот здесь клей дальше тейп еще пару мест таких есть салона для машины ничем не отличается остальных полностью оригинал но есть идея тоже что-то перешить что-то сделать даже нет тесла монитора как любят сюда ставить драйв тест-драйв я вам проводить и показывать не буду ничего нового не расскажу их уже миллион горы просто информация о том что нет ничего страшного бояться не надо деньги большие но при правильном уходе еще раз повторюсь все это очень круто работает очень красиво смотрится нигде как и никакая краска не облупляется потому что это было покрашено качественно не в гаражах не на подешевле кажется в таких вещах особо экономить не стоит чтобы потом не перекрашивать париться не тратить свое драгоценное время на машину на ее ремонт и на ее обслуживание незапланированное скажем так очень мощно очень красиво выглядит такая ребята работа на мой взгляд отлично никаких проблем все круто обслуживайтесь правильных сервисах у грамотных людей кто будет любить с вашу машину также как свою а я пошел пилить комбо все покеда секретная съемка процесс идет процесс идет астропродается потихоньку процесс пошел всем пока следующей серии расскажу про комбо тут капец я снимаю на снимаю на мой взгляд и и и Субтитры сделал DimaTorzok